У нас сегодня первое заседание правительственной комиссии по импортозамещению, но прежде чем его начать, хотел бы всех поздравить с тем, что наша страна выиграла право на проведение чемпионата мира по профессиональному мастерству, так называемый чемпионат WorldSkills 2019. На мой взгляд, результат объективный, хотя были различные сложности. Все, кто этим занимался, молодцы. Надеюсь, что это будет дополнительным фактором, способствующим развитию производительных сил в нашей стране. Ну и, конечно, через 4 года эти соревнования, когда они пройдут в Казани, будут важным таким событием, тем более, что Казань обошла достойных соперников. Это и Париж, и бельгийский город Шарль-Леруа. Тарстан умеет такие мероприятия проводить, поэтому, уверен, все будет сделано очень хорошо. А наша задача заключается в том, чтобы повысить интерес молодых людей к рабочим профессиям, сделать их более престижными, востребованными, ну и, в конечном счете, привлечь молодежь и в промышленности, в сельское хозяйство. Сегодня, как я уже сказал, у нас первое заседание правительственной комиссии по импортозамещению. Задача комиссии – создать условия для собственного производства в тех отраслях, в тех секторах, где сохраняется высокий уровень зависимости от импорта. Это достаточно длинный перечень. Это и станкостроение, и большинство подотраслей машиностроения, радиоэлектронная промышленность, легкая промышленность, фармацевтика, медицинская промышленность. По большому счету, практически в каждой отрасли есть те или иные возможности для импортозамещения. Но сегодня мы обсудим также, как идет импортозамещение в отраслях агропромышленного комплекса, что логично, с учетом того, что в настоящий момент идет сбор урожая, лето, и встречаемся мы здесь, в Краснодарском крае, который является одним из основных агропромышленных регионов нашей страны. Ну и рассмотрим также несколько вопросов, связанных с организацией работы комиссии. Я уже говорил недавно на заседании правительства, что импортозамещение – это достаточно сложный процесс. Оно не может происходить, этот процесс не может идти механически. У нас нет цели любой ценой заместить импортные товары, тем более на посредственные товары отечественного производства. Это в первую очередь и невыгодно экономически, и просто невозможно. А речь идет именно о том, чтобы российские предприятия и промышленные, и сельскохозяйственные производили как можно больше современной, качественной и востребованной продукции, продукции мирового уровня. Вот в этом задача, которая сможет конкурировать не только на нашем рынке, но и на рынках других стран. Там, где производятся аналоги импортных товаров, нам нужно будет провести модернизацию действующих предприятий, увеличить выпуск продукции. Если таких аналогов нет, а продукция необходима для нормальной работы, нужно как можно быстрее организовать производство уже в наших условиях. Ну и, конечно, стараться делать это на базе наших технологий, там, где это возможно, значит, такое импортозамещение имеет прямой смысл. Хотя, безусловно, в ряде случаев придется использовать и технологии заграничные. Всеми этими вопросами мы будем заниматься в рамках комиссии. Внутри этой самой комиссии будет сформировано два направления. Одно по гражданским отраслям, второе направление по оборонке. Работу новой структуры нужно будет строить по двум направлениям. Во-первых, это координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, региональных властей, государственных компаний, компаний с государственным участием, институтов развития по вопросам импортозамещения. Вторая задача. С 10 января 2016 года комиссия будет рассматривать вопросы, которые связаны с проведением государственных закупок в рамках конкретных инвестпроектов. В них, как вы знаете, мы вкладываем значительные государственные ресурсы, в том числе средства Фонда национального благосостояния, средства Внешэкономбанка. И, конечно, важно, чтобы эти деньги работали на развитие российских предприятий. Будем стимулировать участников таких инвестпроектов, это государственные компании, компании с госучастием, для того, чтобы они проводили закупки необходимых товаров и услуг преимущественно у российских поставщиков. От срочка до начала 2016 года связана с необходимостью принятия большого количества нормативных актов, которые конкретизируют положение федерального закона о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц. Над этими документами необходимо работать активно сейчас, по четкому плану, с конкретными сроками, с ответственными. У Минэкономразвития есть предложения по этому поводу, мы их послушаем. Так что поле деятельности у комиссии большое, оно и такое стратегическое, если хотите, идеологическое, и вполне адресное, конкретное, применительно к инвестиционным проектам. Поэтому просил бы всех коллег, всех членов комиссии активно включиться. У нас сейчас лето, но те члены комиссии, которые сейчас в отпусках находятся, получат информацию от заместителей федеральных органов исполнительной власти, которые я сегодня тоже пригласил для того, чтобы была информация на эту тему. Начинаем мы с агропромышленного комплекса. Это не случайно. Именно в сельском хозяйстве были приняты самые первые решения по развитию импортозамещения. Раньше, чем в других отраслях был утвержден специальный план по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве, скорректирована государственная программа на период до 2020 года, которая была привязана к этим целям. Из федерального бюджета выделено дополнительное финансирование. Только в этом году на поддержку сельского хозяйства планируется направить почти 240 миллиардов рублей. В целом мы и в следующий год, и в следующий период поддержку снижать не собираемся. В марте этого года утвержден перечень инвестпроектов, которые сориентированы на развитие импортозамещающих производств в сельском хозяйстве. Довольно много, приблизительно 460. Объем инвестиций по ним тоже значительный, 265 миллиардов рублей. Ну вот, скажем, только в Краснодарском крае будет реализовано 13 таких проектов на общую сумму кредитного ресурса практически в 4 миллиарда рублей. Сельское хозяйство получило и весьма мощный стимул в связи с введением так называемых ответных ограничительных мер или эмбарго по импорту продовольствия. Это достаточно широкий спектр сельхозпродукции. Недавно мы продлили действия этих ограничений, еще на год. И нужно признаться, что у аграриев в связи с этим есть определенные успехи. Где-то больше, где-то меньше. Но практически все наши обсуждения с тружениками села, с аграриями свидетельствуют о том, что фронт работы у них стал шире. И возможности по реализации продукции, которую они производят, выше. Но наша задача на этом не останавливаться и стараться им помогать в этом. Тем более, что мы с вами понимаем, ограничения важные, они продлены на год, но они не будут бесконечными. И вот этой паузой нужно воспользоваться всем. И государству, и самим аграриев. Понятно, что полностью заместить импорт пока еще не удается. По некоторым товарным группам на это потребуется несколько лет. Хотя, надо признаться прямо, чтобы там не говорили, какие бы прорицания на эту тему не делались, никакого дефицита ни по мясу, ни по молоку, ни по овощам, ни по фруктам в нашей стране нет. И, во всяком случае, в этом году ситуация абсолютно стабильная. На прошлой неделе у меня был селектор с регионами о ходе уборочных работ. Они идут по плану. В этом году мы намерены собрать порядка 100 миллионов тонн зерна, может быть, даже чуть больше. В Краснодарском крае, где мы сегодня работаем, уборка колоссовых уже практически закончена. Основной упор нам нужно будет сделать на развитие перерабатывающих производств, на развитие логистических центров. Вот я сейчас с аграриями разговаривал, когда они выставили тут свои продукты вкусные, разные. Конечно, логистика, она имеет ключевое значение, потому что мы пока не имеем в должной мере, должного объема таких мощностей по хранению, по переработке. И на это нужно нацелить основные усилия. Значит, использовать самые передовые технологии выращивания и переработки. Вот мы только что посетили одно из хозяйств. Хозяйство Центральное, Северокавказского зонального НИИ Садоводства. Там, конечно, современные прогрессивные технологии используются, причем российские, которые дают хорошие результаты. Но есть и проблемы, которые мы тоже обсуждали непосредственно в поле, что называется. И можно продолжить это обсуждение, и нужно продолжить его в этом зале. Сегодня мы пригласили представителей профессиональных объединений сельхозпроизводителей, нескольких крупных перерабатывающих предприятий. Ну и, естественно, у них тоже будет возможность высказаться. Но сначала по организации работы самой комиссии, потому что у нас сегодня не совещание по селу в чистом виде, а именно комиссия по импортозамещению, которая рассчитана на разные отрасли нашей экономики. Слово министру экономического развития для короткого сообщения. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok